ЛАСИХА 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 жена и хорошая подруга. Смерть от меча действительно слишком легка. Вы слышали слова королевы? Обратился он к своим воинам. Делайте же так, как она сказала. А вы, Вельсунги, умирая от голода и жажды, утешаетесь, что этим вы обязаны своей сестре. И он громко расхохотался. Повинуясь приказу своего короля, гаутландские воины отвели братьев Вельсунгов в лес и там приковали их рядом друг с другом к огромному стволу поваленного бури и дерева. Убедившись в том, что пленные не могут шевельнуть ни рукой, ни ногой и что убежать им никак нельзя, они оставили их одних, а сами вернулись в замок сообщить Сигейру, что они исполнили его повеление. Сигни недаром посоветовала мужу заковать пленных франков в колодке. У нее был старый преданный слуга, находившийся при ней с детства, и она надеялась с его помощью освободить братьев и помочь им бежать. Однако все случилось совсем не так, как она рассчитывала. В первую же ночь на поляну, на которой сидели франки, вышла из чащи огромная лосиха и, тяжело ступая, направилась прямо к ним. Братья с ужасом заметили, что ее глаза горят в темноте, как у хищного зверя. Лосиха подошла к самому младшему из них и, перекусив ему горло, с жадностью стала его пожирать. Тщетно остальные вольсунги кричали и свистели, надеясь испугать страшного зверя. Лосиха остановилась лишь тогда, когда съела свою жертву, после чего вновь вскрылась в чаще леса. Наутро на поляну пришел старый слуга, которого прислала Сигни. Он принес братьям еду и питье и попытался их освободить. Но одному человеку это было не под силу. Кроме того, он был стар и слаб. Сама же Сигни не могла выйти из замка, так как за ней зорко следили. А на следующую ночь вновь явилась лосиха. И еще один из вольсунгов окончил свою жизнь съеденный кровожадным животным. Шли день за днем, ночь за ночью. И франков становилось все меньше и меньше. Сигни рвала на себе волосы, не зная, как спасти братьев от чудовища. Она не догадывалась, что лосиха никто иной, как мать Сигейра, злая колдунья, по ночам превращавшаяся в зверя. Колдунья разгадала замысел Сигни и посоветовала сыну десять дней не выпускать жену из дома. За это время она собиралась съесть всех братьев. Так прошло девять ночей. К исходу последней ночи из всех вольсунгов в живых остался только Сигмунд. Он уже почти примирился со своей участью, как вдруг ему в голову пришла счастливая мысль. Утром, когда на поляну опять пришел старый слуга, который ежедневно навещал братьев, он обратился к нему и сказал, «Беги скорее к моей сестре и скажи ей, чтобы она прислала мне горшок самого лучшего, душистого меда. Да смотри, торопись и принеси мне этот мед не позднее вечера». Слуга бросился со всех ног выполнять поручения и под вечер вернулся назад с медом. «Хорошо», – сказал Сигмунд, – «а теперь намажь мне этим медом лицо, а остаток положи в рот». Слуга не понял, что задумал молодой вольсунг, однако сделал так, как тот ему сказал, после чего попрощался с Сигмундом и ушел домой. Сигмунд и сам не знал, удастся ли его замысел, и с волнением ожидал наступления ночи. Но вот солнце село, на небе появились первые звезды, и он услышал в отдалении грузные шаги своего врага. Лосиха подходила все ближе и ближе. Остановившись перед Сигмундом, она некоторое время смотрела на него, как будто наслаждаясь видом своей жертвы, а потом раскрыла свою огромную пасть, готовясь перекусить ему горло. В этот миг ей в ноздри ударил резкий запах меда. Лосиха снова закрыла пасть, внимательно обнюхала молодого вольсунга, а затем принялась слизывать мед с его лица. Она так увлеклась этим, что, наконец, засунула ему язык прямо в рот. Сигмунд, который только и ждал этого крепко, стиснул его своими зубами. Испуганная лосиха рванулась прочь и изо всех сил ударила передними ногами в дерево, к которому был привязан молодой богатырь. Дерево разлетелось на куски, и Сигмунд оказался на свободе. Не теряя ни минуты, он, не разжимая зубов, перехватил своей могучей рукой язык лосихи и вырвал его из ее горла. Из пасти колдуньи зверя ручьем хлынула кровь, и она мертвой упала на землю. С первыми лучами солнца в лес прибежал старый слуга. На этот раз его сопровождала Сигни, которой Сиггейр, уверенный в том, что франков уже больше нет в живых, предоставил полную свободу. Какова же была их радость, когда они увидели Сигмунда живым и на свободе, а лосиху бездыханной у его ног. «Видно, не суждено тебе погибнуть бесславной смертью!» – воскликнула Сигни, горячо обнимая брата. «Ты совершишь еще немало подвигов, а Сиггейр дорого заплатит нам за свое предательство!» «Придет время и для этого сестра!» – ответил ей Сигмунд. «А пока пусть твой муж лучше думает, что последнего из вельсунгов нет больше в живых. Иди домой, а я зарою труп лосихи, чтобы никто ничего не заметил!» «Где же ты будешь жить, дорогой брат?» – спросила Сигни. «Здесь же, в лесу!» – ответил Сигмунд. «Так что мы скоро увидимся! А сейчас спеши назад, пока Сиггейр тебя не хватился!» Сигни попрощалась с братом и побежала домой, а Сигмунд взвалил на плечи труп лосихи и отнес его подальше в кусты, где и закопал землю. В тот же день Сиггейр послал в лес своих воинов, узнать, живы ли еще вельсунги. И те, вернувшись, доложили ему, что нашли дерево, к которому были прикованы франки разбитым, а рядом с ним свежую лужу крови. «Видно, дикие звери или моя мать растерзали всех десятерых!» – сказал про себя Сиггейр, а вслух добавил. «Теперь, Сигни, мы можем царствовать спокойно, и нам не грозит ничья месть, вельсунгов больше нет в живых!» «Что бы ты сказал, Сиггейр, если бы знал правду?» – подумала Сигни, но ничего не ответила мужу. И лишь молча наклонила голову в знак согласия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...